Так, коллеги, мы приступаем к рассмотрению завершающей темы нашего курса, и эта тема будет посвящена международным рынкам капитала. И международный рынок капитала представлен классически двумя крупными секторами. Первый – это долговой рынок, на котором компании выпускают еврооблигации, выпускают иностранные облигации. И второй сегмент международного рынка капитала, с которого компании привлекают средства как собственный капитал – это депозитарные расписки на акции. И депозитарные расписки бывают двух типов – американские депозитарные расписки, АДР, и глобальные депозитарные расписки, GDR. Разница между ними заключается в том, что американские депозитарные расписки выпускаются и обращаются на американском рынке, а глобальные депозитарные расписки обращаются в основном на европейском рынке и на других рынках, кроме рынка США. Давайте начнем рассматривать международный рынок капитала с рынка еврооблигаций. Чем этот рынок примечателен, в чем его особенности? Рынок еврооблигаций зародился в середине XX века, когда закончилась Вторая мировая война, и европейские правительства, европейские частные компании искали деньги для восстановления. И вот как один из инструментов привлечения капитала появились еврооблигации, которые выпускали правительство европейских государств и частные компании. Основными покупателями в основном были американские банки, потому что после Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки, конечно, это была самая мощная в экономическом плане держава, и финансовые ресурсы сосредоточивались там, поэтому американский капитал шел в Европу. Как вы понимаете, сегодня Европа восстановилась, а рынок продолжает жить и развивается очень бурными темпами. И на сегодняшний день вот это вот старое название рынок еврооблигаций, который действительно зародился в Европе, это название сегодня не отвечает вот по своему названию сущности этого рынка. На самом деле это глобальный международный рынок облигаций. И еврооблигации можно купить в Европе, в Америке, в Азии. Кто выходит на рынок еврооблигаций? Европейские компании, азиатские компании, японские банки, американские финансовые институты. То есть это рынок действительно глобальный. И рынок развивается очень высокими темпами, потому что он очень удобен. Удобен для участников рынка. Я имею в виду и для компаний, эмитентов, которые выпускают еврооблигации, и для инвесторов, которые эти облигации покупают. Чем характеризуется рынок еврооблигаций? Для того, чтобы эмитент вышел на рынок еврооблигаций, его на этот рынок должен кто-то вывести. И для выпуска еврооблигаций формируется международный синдикат. Как правило, в этом синдикате бывают, скажем, если выходит российская компания, в составе международного синдиката может быть один-два участника из России, но обязательно один-два участника из какой-либо другой страны. Второй момент. При выходе на рынок еврооблигаций, компания, конечно, должна получить международный рейтинг. Рейтинг по международной шкале, который присваивает агентство S&P, агентство Moody's Investor Service или агентство Fitch. Это необходимо для того, что зарубежные инвесторы, которые будут покупать, скажем, еврооблигации российских компаний, должны понимать степень рискованности данного эмитента. И вот присвоенный рейтинг в определенной мере и говорит степень риска эмитента, а соответственно и ту ожидаемую доходность, которую инвесторы получат по данным еврооблигаций. Вторая характерная черта рынка еврооблигаций – это в какой валюте они номинированы. Типичная ошибка, с которой мне приходится сталкиваться, когда мне говорят, ну раз это рынок еврооблигаций, значит они выпускаются в евро. Еврооблигации выпускаются в абсолютно любой валюте. В евро, в долларах, в британских фунтах, в российских рублях и так далее. Мне попадались на рынке еврооблигации облигации, номинированные в валюте Танзании. Поэтому эмитент выпускает еврооблигации в той валюте, которая ему нужна. Если мы с вами посмотрим, какие валюты преобладают, то мы с вами можем видеть, что по состоянию на сегодняшний день преобладают, конечно, две валюты. Это американский доллар, его доля в общем объеме выпущенных еврооблигаций составляет порядка 38%, и вторая это евро, где-то порядка 34%. Вот две доминирующих валюты, потому что две крупнейшие финансовые экономики. И еще можно выделить две валюты, которые занимают второстепенные позиции. Это британский фунт стерлингов и японская иена, на которые приходится примерно по 10%. То есть, как вы видите, вот четыре валюты, и они формируют, по сути дела, рынок еврооблигаций. На все остальные валюты приходится менее 10%. Но это характеризует в целом рынок еврооблигаций, на который выходит, помимо российских компаний, туда выходят и американские компании, и британские компании, и китайские компании. Если мы посмотрим, в какой валюте привлекают российские эмитенты, выпуская еврооблигации, конечно, структура выпуска российских еврооблигаций по валюте выпуска существенно отличается от усредненной цифры рынка еврооблигаций. И мы с вами можем видеть, что доминирует, конечно, безусловно, доллар США. Вот сегодня объем российских еврооблигаций, которые находятся в обращении, составляет 174 миллиарда долларов США, и в евро выпускают российские компании. Но доля эта по сравнению с долларами, конечно, невелика. Всего-навсего 39 миллиардов евро. Чем примечательны выпуск еще российских еврооблигаций, то, что были два выпуска еврооблигаций. Эти выпуски делало Министерство финансов России, и эти выпуски были номинированы в рублях. Логика здесь абсолютно была здравая, и, на мой взгляд, это было весьма целесообразно. Если мы хотим, чтобы рубль был конвертируемой валютой, чтобы рубль признавали за рубежом, то тогда и надо финансовые инструменты выпускать в рублях. А помимо всего прочего, если в российском бюджете возникает дефицит, то для того, чтобы покрыть этот дефицит, нужны рублевые поступления. Поэтому, чтобы не привлекать в долларах, а потом эти доллары конвертировать в рубли и терять что-то на обменном курсе, лучше, конечно, сразу привлекать в той валюте, которая нужна. Размещение еврооблигаций происходит на рынках нескольких стран. И компания, когда выпускает еврооблигации, конечно, она должна создать интерес у инвесторов для покупки своих облигаций. Я помню, когда Сбербанк выпускал свои еврооблигации, то они проводили роуд-шоу в Лондоне, во Франкфурте на Майне и в Токио. То есть нужно было охватить три основных финансовых сектора. Это Лондон, это международный глобальный финансовый центр, Франкфурт на Майне, это континентальная Европа и Япония, это азиатский рынок. Цель вот такого распределения, регионального распределения, это для того, чтобы привлечь инвесторов из самых разнообразных стран. Следующий момент, на котором я хотел бы остановиться, это система регулирования рынка еврооблигаций. Часто возникает вопрос, вот законодательством какой страны регулируется этот рынок. Самое интересное, что российская компания, которая выпускает еврооблигации, номинированные в долларах, и размещает их в Лондоне, законодательством какой страны должен регулироваться выпуск этих еврооблигаций. И вот самое интересное, что рынок еврооблигаций, он не попадает под национальное регулирование. Это глобальный, межнациональный рынок. И поэтому нет правил, что еврооблигация регулируется страной эмитента. Нет правил, что рынок еврооблигаций регулируется той страной, где происходит размещение этих еврооблигаций. Раз этот рынок глобальный, то национальное законодательство не попадает. Но рынок не может жить в хаосе. Должны быть определенные правила игры. И есть ассоциация участников рынка еврооблигаций, она называется ИСМА. И участниками этой ассоциации являются более 700 крупнейших банков инвестиционных компаний мира. Из России в эту ассоциацию входит Сбербанк CIB, это бывшая тройка диалог, входит Банк ВТБ. И вот эти участники данной ассоциации разработали правила. Для того, чтобы компания выпустила еврооблигации, она должна придерживаться вот таких-таких-то правил. Причем даже это называется не правило, а рекомендации. То есть система регулирования достаточно мягкая. И иногда требования к эмитенту даже мягче, чем национальное регулирование. И если вот эта система регулирования удовлетворяет эмитентов, удовлетворяет инвесторов, и она им нравится, и она проще, чем, скажем, национальное регулирование, то, конечно, этот рынок и будет развиваться более высокими темпами. Особенностью рынка еврооблигаций является то, что это необеспеченные ценные бумаги. То есть они выпускаются без залога какого-либо имущества. Поэтому главный источник возврата средств инвесторам это финансовая устойчивость и платежеспособность данного эмитента. Поэтому вот я еще раз подчеркну, очень важно, чтобы вот это вот финансовое состояние компании было подтверждено рейтингом кого-то из трех всемирно признанных рейтинговых агентств. И последняя позиция, которая тоже оказывает свою роль на развитии рынка еврооблигаций, это то, что по сути дела рынок еврооблигаций, это безналоговая зона. Вот обычно, когда инвестор получает доход по национальным облигациям, то при выплате этого дохода, а доход, конечно, выплачивает компания имитент, и удерживается налог. То есть налог удерживается у источника выплаты. Давайте представим себе, что российская компания выпустила еврооблигации, а эти еврооблигации купили инвесторы из Италии, из Великобритании, из Германии. И вот российская компания выплачивает купонный доход по этим еврооблигациям. В общем-то удерживать доход у инвестора из Италии, Великобритании или Германии российская компания В общем-то, это будет некорректно. Это первый момент. Второй момент. А куда должен перечисляться этот налог? Он же должен идти не в российский бюджет, а в бюджет Италии, Великобритании, Германии. И поэтому уплату налога проводит сам инвестор. В соответствии с нормами налогового законодательства той страны, резидентом которой он является, он и должен эти налоги платить. Должен сразу сказать, что далеко не все инвесторы проявляют такую честность и платят данные налоги. Как я вам говорил, для того, чтобы компания вышла на рынок еврооблигаций, эту компанию должен кто-то вывести. И сложились определенные организации, которые специализируются на размещении еврооблигаций. Вот здесь я вам привел первую десятку крупнейших организаторов, которые оказывают помощь российским эмитентам в выходе на рынок еврооблигаций. И как вы видите, здесь есть и всемирно известные компании, как JP Morgan, а есть и российские компании, Газпромбанк, Сбербанк, CIB, ВТБ, ВТБ Капитал. Кто выходит на рынок еврооблигаций, кто является эмитентами? Здесь мы с вами можем видеть, что на рынок еврооблигаций выходят эмитенты самого различного уровня. Давайте посмотрим. Первая категория, которых я назвал наднациональные институты. То есть это такие институты, как МВФ, это как Европейский банк реконструкции и развития. То есть это международные финансовые институты, которые по степени их надежности считаются самыми хорошими заемщиками. И если Европейскому банку реконструкции и развития требуются деньги для того, чтобы потом профинансировать какие-то инвестиционные проекты, выдавая кредиты на реализацию этих инвестиционных проектов, то он может взять финансовые ресурсы именно на рынке еврооблигаций. И если мы этих эмитентов считаем как самыми надежными, то конечно и ставка по купону по этим еврооблигациям будет самая низкая. Вторая категория это суверенные и субсуверенные заемщики. Например, если мы говорим о России, то Россия как суверенный заемщик выпускала еврооблигации. Эти облигации выпускало Министерство финансов Российской Федерации. Но и субъекты Российской Федерации тоже выходили на рынок еврооблигаций. Выпускали еврооблигации Москва, выпускал еврооблигации Санкт-Петербург, выпускала еврооблигации Нижегородская область. И вот как вы видите, самый крупный заемщик это коммерческие банки, которые выпускают еврооблигации, привлекают таким образом дешевые деньги, которые потом вливаются в экономику. Помимо банков выходят и другие финансовые институты. Это страховые компании, это могут быть инвестиционные фонды, которые делают эмиссию еврооблигаций. На рынок еврооблигаций, естественно, выходят и предприятия реального сектора, которые мы здесь назвали корпорации, на долю которых приходится примерно 22-24%. Кто из российских компаний доминирует на рынке еврооблигаций? На этом рисунке мы с вами можем видеть, что, конечно, доминируют два главных сектора. Первый сектор – это финансовый сектор, доля которого в общем объеме российских еврооблигаций составляет 35%. И второй крупный сегмент – это нефтегазовый комплекс, доля которого 31%. И ближайшая к ним примыкает эта металлургия и горная промышленность, доля которой на этом рынке среди российских еврооблигаций составляет где-то порядка 15%. Но на рынок еврооблигаций выходят и другие компании, в том числе и компании телекоммуникационной отрасли, компании, которые занимаются производством химической продукции и удобрением. Выходит энергетика, но все вот эти вот компании, конечно, занимают очень незначительную долю в общем объеме выпущенных российских еврооблигаций.